Добрый день! География 7 класс. Общие особенности климата и внутренних вод Африки. Вы уже знаете, что климат определяет основные особенности природы материков, а также хозяйства и быта населения. Без знания климата нельзя понять своеобразие географии материков. Чтобы не запоминать, какие и где температуры, сколько и где выпадает осадков и как они распределяются по сезонам, необходимо хорошо понимать климатообразующие факторы. Известно, что два климатообразующих фактора – количество солнечного тепла, поступающего на поверхность материка, а также господствующие воздушные массы и их движения – положены в основу деления климата Земли на климатические пояса. Они определяют основной тип климата. Зная, в каких климатических поясах находится материк, вы можете составить общее представление о его климатических условиях. Благодаря своему географическому положению в низких широтах, Южная Америка, Африка и Австралия размещаются преимущественно в экваториальном, субэкваториальном, тропическом и субтропическом поясах. Здесь преобладают высокие температуры. Что касается количества осадков и их режима, то здесь имеется большое разнообразие. Вы знаете, что осадки зависят от преобладающих воздушных масс вертикального движения воздуха, направления ветров и рельефа. Ну вот, пожалуйста, посмотрите. Вот нас интересует Южная Америка. Вот это Африка, Австралия. Ну и здесь Антарктида. Антарктида вся расположена в субарктическом поясе. Ну и арктический пояс. Итак, значит, смотрим. Субэкваториальный пояс занимает большое пространство в наших материках. Экваториальный местами проходит. Тропический пояс. Австралия практически вся лежит у нас в тропиках. И субтропический. Субтропический – это Южная Америка. Немного совсем Южной Африки и часть Австралии. И умеренный пояс, в котором находится только юг Южной Америки. Экваториальный климатический пояс занимает значительные площади в Южной Америке и Африке. Экваториальный климат отличается высокими температурами. Плюс 25-27 градусов по Цельсию. И равномерным выпадением большого количества осадков в течение всего года. Особенности экваториального климата наглядно изображены на климатической диаграмме, где температура и количество осадков слабо изменяются по отдельным месяцам. Причины. Солнце высоко поднимается над горизонтом весь год. И господствуют экваториальные воздушные массы с восходящими токами, что способствует образованию облаков и выпадению осадков. Влага поступает сюда из океана и из субэкваториальных поясов с пассатами. На схемах вы видите климатограммы экваториального, субэкваториального и тропического поясов. Субэкваториальные пояса во всех трех материках по сравнению с северным полушарием занимают большую площадь. Вам уже известно, что это климат, переходный от экваториального к тропическому. Здесь резко выделяются два сезона года – влажный лето с господством экваториальных воздушных масс и сухой зима с преобладанием тропического сухого воздуха. Тропические пояса во всех трех материках, так же, как и субэкваториальные, занимают большую площадь. Здесь преобладает тропический сухой воздух с нисходящими воздушными токами и дуют пассаты. В противоположность экваториальному климату отмечается понижение температуры зимой и резкое повышение летом. Осадков выпадает очень мало – местами менее 50 мм в год. Наряду с сезонными изменениями температур наблюдаются большие суточные колебания, чему способствует и отсутствие облаков. Суточные колебания температур иногда превышают 20-40 градусов. Человек, попавший в пустыню днем, изнывает от сильной жары, а ночью дрожит от холода. В восточных частях материков находятся области тропического влажного климата. Чтобы понять причины их существования, достаточно установить зависимость между наличием океанов на востоке материков, направлением пассатов и рельефом. Пассаты в основном дуют с востока на запад, поэтому восточные части материков находятся под влиянием влажных воздушных масс, поступающих с океана. Насыщение воздуха влагой усиливается под влиянием теплых океанических течений, которые здесь находятся. Располагающиеся на материках горы задерживают влагу на их восточных склонах. Так образуются области влажного тропического климата. Субтропические пояса занимают на южных материках небольшую площадь, но благодаря своим благоприятным условиям для жизни населения они широко используются в хозяйстве. Субтропический пояс включает несколько климатических зон. На побережье Средиземного моря климат отличается наличием сухого жаркого лета, когда господствуют тропические воздушные массы. Влажный сезон – это зима. Здесь господствует морской умеренный воздух, поступающий западными ветрами. Противоположность материкам с северного полушария в южном полушарии умеренный пояс занимает незначительную площадь. Особенность климатических условий южных материков – это наличие антарктического пояса с очень низкими температурами и сильными ветрами в течение всего года. Внутренние воды – реки, озера, подземные воды – зависят от рельефа и климата. Так, в Антарктиде реки отсутствуют благодаря низким температурам, а озера являются исключением. От рельефа зависят и направление, и течение рек. В связи с этим, что горы Южной Америки находятся на западе, а в Африке – на востоке, реки этих материков несут свои воды в основном в Атлантический океан. К ним относятся самая длинная река в мире – Нил, самая полноводная река Африки – Конго, и самая многоводная река планеты – Амазонка. Значительная часть материков не имеет стока в океан и относится к территориям внутреннего стока. В связи с рельефом реки реки порожисты и имеют много водопадов. Все три материка хорошо обеспечены внутренними и подземными водами, которые широко используются как в сельском хозяйстве, так и в промышленности пустынных районов. Вот и все, дорогие мои. А я желаю вам удачи, всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok